Пока в городской думе не определен председатель, ведет ее заседание традиционно старейший из депутатов. В Артемовской думе шестого созыва открыло второе заседание Екатерина Котлова. Основная повестка заседания актуальна – выборы нового председателя и его заместителя. Определенно сказать заранее, кто займет эти должности, сложно. В думе большинство новичков, и то, кого они видят на должностях – вопрос непростой. Первая кандидатура хорошо известна и в артемовском городском округе как своими делами, так и реакции на них средств массовой информации и правоохранительных органов – Константин Трофимов. Второй – Игорь Бабкин, который поработал на высоких должностях в структурах вплоть до регионального уровня и впервые избран депутатом нашей муниципальной думы. В его сторону прозвучали некоторые достаточно острые вопросы со ссылкой на неопределенные интернет-ресурсы. Интересно, что в адрес его оппонента подобных вопросов не было, хотя у артемовцев, которых представляют народные избранники, их накопилось немало. Однако оставим это как неизбежный элемент выборной борьбы. Важно, чтобы сам процесс прошел цивилизованно и без эксцессов. За этим следит специальная счетная комиссия, которая отвечает за подготовку бюллетеней, законность и подсчет голосов. Результаты тайного голосования – 11 голосов за Трофимова и 4 за Бабкина. Итог понятен. Место председателя Артемовской городской думы занял Константин Трофимов. Однако на этом дело не заканчивается. Нужно определиться с заместителем председателя. На место претендуют Раиса Гореева и победивший по 14-му одномандатному округу Сергей Юсупов. И вновь противостояние новичка и опытного депутата. На этот раз интрига налицо. Гореева побеждает с 11 голосами, в то время как у Юсупова остаются довольно внушительные 7. Новоиспеченный председатель думы и его заместитель обещают действовать сообща, что не мудрено. Константин Трофимов единорос, а Раиса Гореева ранее состояла в этой партии, по не очень понятным причинам сменив ее на партию пенсионеров. Возвращаясь к самим выборам, у простого артемовца, который хоть немного в курсе действующей системы руководства муниципалитетом, вполне закономерно возникает вопрос. Так ли нужны они были столь поспешно? До выборов главы, который будет работать по новой схеме, муниципалитет продолжает возглавлять нынешний Ольга Кузнецова, которая, к тому же, и этого никто не отменял, продолжает оставаться председателем думы. Получается, что у властного органа два руководителя, оба получающие соответствующую зарплату. Ситуация складывается несколько абсурдная и требующая глубокого анализа. Как бы то ни было, мы продолжим следить за работой Артемовской городской думы 6-го созыва и сообщать нашим зрителям о ее решениях и инициативах, которые отразятся непосредственно на каждом конкретном жителе нашего муниципалитета.